В Набережной Челнинском городском суде продолжается рассмотрение дела в отношении организованного преступного сообщества 52-й комплекс. Участники группы, а их 10 человек, подозреваются в совершении ряда правонарушений – вымогательствия, мошенничествия, побоев, создания преступной организации и других. Каждому из членов УПС предъявлено обвинение по трем и более статьям Уголовного кодекса. Подробности судебного процесса далее. Члены УПС 52-й комплекс подозреваются сразу в нескольких преступлениях. По версии следствия, еще в 2011 году мужчины вступили в преступный заговор. Угрожая жертвам, они вымогали деньги у лиц, занимающихся игорной деятельностью. Среди потерпевших также таксисты и челнинцы, которые планировали покупку квартир. По версии следствия, за время существования УПС ее члены получили более 3,5 миллионов рублей. Однако защита считает вину подсудимых недоказанной. Совместное планирование преступлений недоказано по материалам дела. Иерархическая структура и распределение ролей, что сложно представить в отношении ограниченного количества участников. Как следует из материалов дела, полученные деньги подсудимые тратили на содержание УПС, а также на свои личные цели. В настоящее время судебные планирования продолжаются. Государственное обвинение придерживается предъявленного обвинения, считает вину данных лиц доказанным. Сейчас четверо членов организованного преступного сообщества находятся под стражей. В отношении еще шестерых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Обвинение просит назначить подсудимым наказание от 2 до 18 лет лишения свободы. Виктория Евсеева, Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челный, 24.